Добрый день! Сегодня солнце низко, ветра почти нет. Я сейчас на обводном. Продолжение истории про газгольдеры. На самом деле газ холдер от английского. Вчера почитал. Держатель, хранитель газа. Поэтому сегодня день теней. Фотографируем воду, тени вдоль обводного. Я еду той же дорогой, только по обратной стороне. Ну и посмотрим, что у нас получится. В черно-белой фотографии сегодня. Сейчас будем проезжать очень красивый собор. Недалеко от Варшавского вокзала. Я запомнил его еще с детства. Когда меня возили в Белоруссию. Как раз с Варшавского вокзала отправлялись поезда туда на Гродно. Ну, во всей красе он сегодня пристал. Если получится, там в пробке если встанем, я попробую сегодня его подснять. Хотя один снимок я уже сделал аккуратный. Солнце сегодня низкое. Завтра будет еще ниже. Сейчас на день на убыль идет. Поэтому сами все увидите. Хотя о съемках больших объектов, больших зданий, соборов, больших сооружений. Многие применяют широкоугольные объективы. Но это немножко неверно. Потому что нужно иметь опыт работы с широкоугольной оптикой. И плюс геометрические искажения у большинства оптических систем. Если говорить о обычных размерах и матрицей пленки. Кроме крупного формата. Искажения очень большие. Поэтому получается, что если вы фотографируете в обычном варианте. Если у вас нет возможности корректировать геометрические искажения. Так называемый tilt-shift системы. Или объективы с tilt-shift. Или насадки специальные. То получается все достаточно заваленное. Я не очень люблю такие фотографии. Хотя вот вдруг написал вчера по поводу использования широкоугольной оптики. В некоторых случаях да. Но это надо именно видеть уже. Как твой объектив рисует. Чтобы применить его при съемке широкого угла. Я не очень люблю такие объективы. Поэтому даже вот тот портретный размер, который я использую в Sigma. Можно подхватить какой-то участок здания. Подчеркнуть его. Но при этом геометрия сохранится. Главное выбрать правильную точку. Вспомнил тут разговор про обрамление кадров. Или помещение рамков. Или вообще помещение чего-либо в какие-либо рамки. Не очень люблю. Ну вот сейчас проезжаем с правой стороны заборчик. Такой страшный. У меня есть грязи. Но иногда такие заборчики могут подсказать что-то интересное. Я делал фотографию в своем районе с таким заборчиком. Видите, как это получается. Сейчас хотел подснять опять красный треугольник. Здесь солнце как раз. Очень хорошо легло. Но батарейка села. Вот вам вопрос по поводу цифровой техники. Вроде подсказок всяких разных помощников много. Но вот. Вопрос. Сфотографируют ли это в нужный момент? Ответ понятен. Пока меняю батарейку. Многие возят с собой кучи батарей. У меня, не поверите, всего две батареи, которые комплектные шли. Написано, что каждый хватает на 50 фотографий. Ложь. Как говорят на этих учебных каналах. С включаемыми аплодисментами или воскресаниями. Не хватает на 50 снимков. Сигме. Очень красивую трубу. Просто изумительного цвета. Попробуем подъехать так, чтобы... ...выбрать ракурс какой-то интересный. Я должен ее, конечно, запечатлеть. Мужчина тут с рюкзаком остановился. Видать, тоже ищет ракурсы какие-то. Полез куда-то. Я его подснял немножко. Нет, он все-таки книжку достал, чтобы почитать. Или сделать вид, что он читает. Ну вот этот собор, про который я говорил. Сегодня фантастическое освещение. И контрастное. Но пока вот, честно говоря, я даже не знаю, что делать. Откуда снимать. Надо выходить однозначно из машины. Здесь везде остановка запрещена. Все места заняты. Поэтому не представляю, смогу ли я это реализовать когда-нибудь. Куча проводов, которые всегда мешают. Некоторые не обращают внимания на эти провода. Считаю, что их потом зарисовать можно. Но я не люблю зарисовывать ничего. Все это все равно видно, сразу же. Поэтому, значит, для другого раза ставим. Последние деньки, наверное, теплые. Низкое солнце. Рай для фотографов. Высокий мост. Урбанистика. Тени низкие. Обратную сторону еще красивее. Когда видишь там туннель. Небольшой из моста металлического. Тени очень низкие. Поэтому все пестрое в очках. Ехать желательно в такую погоду. Солнцезащитных. Иначе ничего не видно. Все бликует. Постоянно мелькает. Вводит водителя в состояние. Такое. Гипноза. Для фотографов это хорошо. Для водителя не очень. Сегодня кран какой-то огромный здесь стоит. Гигантский. Больше 50 метров высотой мост. Что-то делают. Опять. Раскружает, наверное, контейнера. Морской пейзаж. Сегодня небо чистое. Можно его посмотреть на видео. Как выглядит. Далее Кронштадт. Многим, кого показываю это место. Многим нравится. Действительно место выполнено удачно. С точки зрения конструкции очень сложно. Но все это над заливом создано. Стоит, не знаю. Вдалеке Газпромовский шпиль. Шпиль. Сверкает. Сейчас серия мостов. Насыпная часть Васильевского острова. Полностью насыпанная. Сейчас уже застраивается. С правой стороны Васильевского острова Гавань. Стоит корабль тоже большой. Так что фотографы, кому нравится город, приезжайте. Пишите. Созвонимся. Покажу блитер, который вы не увидите. В альбомах фотографий по телевидению. Можно будет выбрать часы. Где будет только камера, вы и натура. Без лишних мешающих. You are welcome. У нас тут стадиончик. Вы его наверняка видели. С правой стороны он сейчас будет. Ночью он подсвечивается. Взять это он. Со стороны разных островов. Выглядит красиво. Со стороны моста. Не очень. Обращаю ваше внимание, что вроде каша здесь. Для цветной фотографии. Для черно-белой фотографии здесь не будет каши. Четкие линии. Смотрите. Отплеск. Это здание. От шпиля в воду. Солнце падает. Очень красиво. Но снять это только внизу можно. Поэтому здесь остановка запрещена. Категорически нельзя останавливаться на таких дорогах. Я буквально там пару месяцев назад мы с женой проезжали. У нас человек вышел. Кто-то из Вольво. Помочь другому, который сломался. Его тоже смели. Так что ничего хорошего нет. В таких местах нельзя останавливаться. Кому интересно, о чем я рассказываю, напишите в комментариях, чтобы вам интересно было. Какие части Санкт-Петербурга или пригородов, городов-сателлитов интересно посмотреть. Именно видео и фото. И какие-то секреты этих мест я обязательно расскажу. Отвечу всем. Информации много в интернете. Но когда человек ищет конкретную вещь, иногда бывает сложно найти. Пока ты не попадешь в это место сам. Ты не узнаешь обо его особенностях. Субтитры сделал DimaTorzok